Приветствую всех и добро пожаловать на новый выпуск автоисторий. Возвращаемся к моей излюбленной теме, немецким автомобилям 80-х. И сегодня я вас порадую несколькими ультраредкими BMW того периода, о существовании которых вы вряд ли догадывались. Поехали! Предлагаю вашему вниманию ресурс автоспот.ру. Известный сервис по выбору новых тачек в наличии от официальных дилеров. Он позволяет узнать, у какого дилера есть прямо сейчас нужная машина и сколько она стоит, какие акции на нее распространяются. У проекта есть свой клиентский сервис, который может подробнее рассказать про ту или иную машину и посоветовать аналоги. Разумеется, сервис бесплатный. Также на сайте присутствует много различных бонусов. Переходите по ссылке в описании. Итак, мне, как человеку передвигавшемуся абсолютно на всех генерациях BMW 3 серии, без сомнений, очень симпатизирует поколение E30. В этой хищной морде с четырехглазой оптикой, без сомнений, присутствует харизма. А компактные по сегодняшним меркам размеры, небольшая масса и шикарные, неубиваемые и мощные рядные шестерки позволяют ей и сейчас бодрить на дороге многие современные иномарки. Все мы, фанаты марки и этой модели, знаем топовые версии 325i со 170-сильным M20 и M3 с яростным четырехцилиндровым мотором S14. Однако, очень мало кто знает о существовании такой вот модели с магическим индексом 333i. Первоначально проект этот разрабатывали в Южноафриканской республике, парочка инженеров из местного исследовательского отделения BMW. Однако, чуть позже, работа по внедрению большой рядной шестерки велась компанией Alpina. В коллаборации вы только вдумайтесь с отделением Motorsport BMW. И что же родилось в итоге? 333i существовали в нескольких версиях. Самое простенькое, в кавычках, конечно же, получило мотор на 3,2 литра M30 от 733i BMW. А это, ни много ни мало, 197 лошадиных сил и 285 ньютон-метров момента. То есть, мотор был тяговитее, чем на M3 E30. Машина получила новый обвес, шильдик 333i, новый выхлоп и фирменные диски Alpina. Плюс были установлены новые пружины и амортизаторы. В итоге получилась трешка, которая могла разодрать в клочья многие тогдашние спорткары. Сотню преодолевала машина всего за 7,2 секунды. И это во времена суперхита Axel F, а именно в 1985-м. Быстро? Да, конечно, но не столь впечатляюще. Поэтому существовала еще и версия, оснащенная турбонадувом и интеркулером. Надув, понайденный мной инфейс старого источника, был взят от Porsche 911 3.3. А вместо системы впрыска Matronic была установлена гоночная Zaytac. В итоге отдача этой малышки выросла аж до 300 сил. До 97 км в час с места машина стала катапультироваться за 6 секунд ровно. Однако другие непроверенные источники и вовсе оглашают цифру в 4,5 секунды. Но одно я знаю точно. Трешка такая становилась самолетом. И, наконец, просто квинтэссенция адреналина и сумасшествия. Это третья версия с этим же мотором М30, но уже с турбонадувом Cosworth 500 с водяным охлаждением, новым коленвалом, головкой блока, равнодлинным выпуском и коваными поршнями. На просто сумасшедшем давлении в 2 бара отдача этого детища безумных технологий достигала уже 450 сил, а момент аж 705 ньютон-метров. И все это в компактном и легком кузове. Коробка, кстати, на такой 333 стояла от М3Е30. По некоторым данным, 100 км в час с места разменивала такая колесница богов аж за 3,5 секунды. И на премьяке разменивала 310 км в час. Результаты на уровне М5Ф90 образца 2018 года более чем 30 лет назад. Это какой-то сюрреализм. Всего было выпущено 204 экземпляра 333. Причем неизвестно, сколько версий имела такую безудержную мощность. Другая модель, о которой хотелось бы рассказать, это семерка в 23 кузове, то есть первое поколение. Все мы знаем, что эмок среди семерок просто не существует. Хотя в последнем поколении появился небольшой намек на это в лице BMW M760 Li. Однако еще в 1984 существовала суперредкая модификация, которую можно без преувеличения назвать первой М7. Сейчас объясню почему. Модель 745i в 23 кузове на европейском рынке оснащалась турбированным 12-клапанным 6-цилиндровым мотором на 250 сил. Однако для рынка ЮАР с левосторонним движением, ввиду конструктивных особенностей, турбоверсию с правым рулем выпустить не получалось. Недолго думая, инженеры просто взяли и запихнули под капот вершину технологий того времени. 24-клапанный 6-цилиндровый мотор M88 от моделей M635 CSI и M5 в 28 кузове. Сдобрили 17 из выпущенных авто механическими пятиступенчатыми коробками, а остальные 192 экземпляра оснастили автоматами. Такие вот подарки для гурманов собирались исключительно в ЮАР и для их же рынка. В версии с механикой по тестам разменивала первую сотню такая машина за 7,1 секунды. То есть быстрее, чем турбированная 745-я и даже быстрее, чем грядущая 750-я с V12 в 32-м кузове. Вот так-то внешне машина выделялась лишь 16-дюймовыми дисками BBS. Зато салон настоящий M7 щеголял супермягкой и дорогой кожей Nappa. Центральная консоль выглядела иначе, чем на других 23-х кузовах, а спидометр и тахометр щеголяли значками Motorsport. Турбо 745-я не могла этим похвастаться. И да, задний ряд имел электрические регулировки. В общем, это был ультрароскошный топовый седан с топовым мотором. Ну а если вам понравился ролик и вы хотите еще, делайте репосты, тем самым помогая каналу развиться. Также, если есть желание помочь каналу материально, чтобы выпуски становились разнообразнее, ссылка на донат в описании.